И как всегда по пятницам кто-то из мира блогов. На этот раз это Бажена Рынска, светская львица, не скрывающая своего презрения к окружающим. Ей вроде бы всегда хватает денег. Во всяком случае, она подробно описывает, какая роскошь её окружает. Но буквально накануне она объявила, что будет уже официально размещать в своём блоге рекламу. И всё так же писать об этой роскоши, о жизни миллионеров, о вечеринках, иронизируя над тем, из чего вроде бы её собственная жизнь состоит. Гламурный графоман Бажена в специальном репортаже Татьяны Проскуряковой. Наша задача и попасть на мероприятие, и жёстко приложить его. Безликие и безымянные. Это на редакторах глянца один выпендрёшь и жуткое качество о российских дизайнерах. Бука, которая в гробу увидела своих фанатов, об Анжелине Джоли. Что-что жёстко приложить герою своей колонки, светский обозреватель Бажена Рынска, умеет. Люди везде на самом деле очень древние. Абсолютно везде. 90% людей, и они, по слову, доброго не стоят. Это трэш и мусор. Общаться можно с 10%. И это 10%. Что в светской тусовке нужно намывать, как золото по крупинкам. Что в этой самой, что на мясском бинате, что на, не знаю, среди бомжей, на заборах. Огненорыжие волосы и крутой нрав. Внешне Бажена и сама вроде бы светская львица. Но она уверяет, персонажи Рублёвки для неё, что дрозофила для энтомолога, лишь объект изучения. В светской тусовке это бизнес. Кому-то это нужно пиариться, кому-то там, у каждого там свои задачи. Кто-то шансы ищет, кто-то оппортунисты. Ну да, просто просил как можно быстрее. Вся страна ждёт. Я в сутки писала. В своих записях она не забывает упомянуть, кто из олигархов сколотил состояние на нефти, кто вырастил миллионы на удобрениях, а кто снял сливки с молока. Почему Басков зарабатывает на корпоративах больше Киркорова, на каких закрытых вечеринках для русских поёт Дженнифер Лопес, и почему, несмотря на деньги Доронина, первый рублёвский приём Наоми Кэмпбелл провалился. Пессимист говорит, не позвали, не помнят. А пессимист говорит, не позвали, помнят. Если не позвали, не беда. Светский обозреватель знает, как завербовать шпиона на нужную вечеринку. Именно от Бажина зачастую выходят на рот рублёвские сплетни. Нравится это далеко не всем. А потому в декабре прошлого года Рынска сама едва не стала героиней хроники. Правда, не светской, а криминальной. Кошмар! Три минуты назад кто-то убил ножом Бажину Рынскую. Сейчас вот только что позвонила знакомая девушка и рассказала, стуча зубами не то от холода, не то от ужаса. Что это было? Пиар, чья-то злая шутка или попытка запугать своенравного журналиста? В любом случае, свою виртуальную смерть Рынска пытается забыть. Я не буду об этом говорить, потому что я... Ну, просто не буду всё, потому что не хочу делать пиар сявки. Я не грязно мужики, и вам запихай! Кровавые ужасы не наводят страх на рокера Андрея Князева. Музыкант группы Король и Шут уверен, Бажине могли мстить за стервозный характер. Просто, знаете, есть умные бабы, которые знают, когда включить стерву, когда съехать по-мягкому и всё такое. Вот. А есть по жизни стервы, ну, таких, в принципе, никто не переносит. Собака-кусака. Так она сама себя называет в блоге. Не моргнув глазом, в московский кинофестиваль она обзывает скучным. А светских львиц награждает званием сбитой лётчицы. Публичные люди за это её, конечно, не любят. Бажина Рынска для меня персонаж по какой-то причине не очень приятный. Меня отталкивает вообще вот эта такая хабайская, такая полусветская манера общения с миром. Этот человек мне не близкий. Но, несмотря на всю критику, гламура только такая жизнь, благополучная и красивая. На самом деле нужна тусовщица. Мне эта Шанель очень нравится, она очень редкая. Она, на самом деле, вот эту Шанель, её она была limited edition. Она уже сейчас-таки стала винтажем. Роман начался в Лондоне. Мы шли в ресторан Сумасан, а потом проходили мы по Нью-Бонг-Стрит. И зашли мы, купили прадовский колпак мне. Причём не было колпака моего размера, потому что у меня голова не маленькая. Роман в Англии – это одна из главных тем в блоге. Любимого мужчину Рынска называет не иначе, как Барсучок. Звучным прозвищем она наградила Николая Бычкова. Бизнесмен, чью состояние оценивается в 200 миллионов долларов, собирался жениться на светской львице. Они много путешествовали и даже присматривали дом в пригороде Лондона. Но в итоге расстались. Теперь нет-нет, да и промелькнёт ностальгический пост в дневнике «Бекки Шарп». Если я пишу что-то личное и не под замком, значит, у этого есть какая-то цель. Просто я не готова, может быть, эту цель озвучивать, но поверьте, там ни слова в простоте, ничего просто так. Но расставшись с богатым любовником, с красивой жизнью Бажина Рынская не рассталась. Она ездит на машине, подаренной другом, а в выходные катается на яхте. Когда попала в эту тусовку, я же вообще не умела одеваться. То есть это был вообще реальный ужас. Я сейчас смотрю на фотографии, на этицые жёлтые пиджаки, розовые кофты. Это реально просто пипец. Ух, кошмар, извините, ужас просто. Она не стесняется признать, в начале своей светской карьеры походила на попугая. Эта длина меня вполне устраивает. Другое дело, что у меня, так сказать, бюст... Не ваш размер. Он мой размер, но бюст вот этого, да, у меня немножко больше. Теперь в её гардеробе только наряды от кутюр. Валентина, Прада и Шанель. От этих слов просто тает. Я не икона стиля, к сожалению, я до неё не дотягиваю. Но это сложно в плане финансов. Это тяжело. Потому что, когда ты работаешь сама, я ещё столько времени на работу зарабатываю на себя сама, то, конечно, нет возможности выглядеть так, как девушка, у которой богатые мужья. Зарабатывает на светскую жизнь Ирлинска, в том числе и с помощью популярного блога. За брендинг в ЖЖ крупная алкогольная компания оплатила обожение поездку на кинотавр. Другие заказчики предлагают разместить свои посты. Но блогер Бекки Шарп уверяет, скрытой рекламы в её записях нет. Пометкой на правах рекламы. Просто это у людей говорили, а если мы заплатим на 5000 рублей больше? Можно без пометки? Я пишу, даже если заплатить на 25 тысяч больше, без пометки нельзя. Освоив газетные интернет-полосы, Бажина Рынска совсем скоро планирует покорить и телевидение. Словно для того, чтобы всем доказать. Своё веское слово она теперь не только напишет, но и скажет. Татьяна Проскурякова, Александр Попов, Вести.